Всем привет! В прошлом выпуске мы показали богатейшую кухню Средней Азии, кухню Узбекистана. В этом выпуске мы покажем острую корейскую кухню, а в следующем – уличную еду Кореи. Корейская кухня, конечно же, выделяется своей остротой. При приготовлении блюд обильно используются пряности, особенно красный перец. Из-за него многие корейские блюда имеют характерный красно-оранжевый цвет. Итак, перейдем к самим блюдам. И первое – это кимчхи. Кимчхи – это традиционный гарнир, приготовленный из соленых и ферментированных овощей, чаще всего капусты и корейской редьки, с различными приправами, такими как порошок чили, зеленый лук, чеснок, имбирь и джудгал – соленые морепродукты. Существуют сотни разновидностей кимчхи, приготовленных с использованием различных овощей в качестве основных ингредиентов. Кимчхи считается национальным блюдом как Северной, так и Южной Кореи. Пулькоги – кусочки говядины, тушеные в маринаде, в жаровне, прямо за столом. Предварительно их замачивают в маринаде из соевого соуса, кунжутного масла и семян, чеснока, зеленого лука и других приправ. Пулькоги может готовиться в сковороде, хотя обычно жарится на гриле. Нэнмён – это корейское блюдо из длинной тонкой лапши ручной работы, обычно приготовленной из гречихи. Хотя лапша может быть приготовлена из различных других ингредиентов, таких как картофель, сладкий картофель, крахмал, арурут и кудзу. Нэнмён – изначально северокорейский деликатес, который стал популярный во всей Корее после Корейской войны. Его традиционно подают в большой миске из нержавеющей стали с острым бульоном со льдом. Накджи-бокиум – это жареное блюдо, приготовленное из рубленого осьминога и овощей, маринованных в гочуджанге, в соевом соусе, с добавлением чеснока, соли и сахара. Самгёпсаль – популярное блюдо корейской кухни. Представляет собой кусочки жирной свиной брюшины бекон, не прошедшие маринования, не посыпанной специями, которые участники трапезы поджаривают на стоящем на столе гриле. Едят самгёпсаль со свежим салатом пожори и острым соусом с самаджан. Блюдо боссам готовится из свиной грудинки, которую варят в бульоне со специями, такими как звёздчатый анис, имбирь, зелёный лук, чеснок и соевая паста. А затем тонко нарезают. Его подают с различными гарнирами и едят как сам завёрнутые в овощи, такие как листья салата или перилы. Чапчхэ является одним из самых популярных продуктов в корейской кухне. Оно относится к сладкой и солёной жареной стеклянной лапше с различными овощами, мясом и грибами. Приправляется соевым соусом и кунжутным маслом и обычно подаётся как банчан в закуске. Ганчан ге джан. Это сырные крабы, маринованные в соевом соусе. Для этого крабов тщательно очищают, а затем их выстаивают в соли в течение 6 часов. Маринад из соевого соуса, сахара, кунжутного масла, зелёного лука, имбиря, чеснока и красного перца на короткое время кипятят. Затем выливают на солёных крабов. Час спустя маринад извлекается, кипятится и снова выливается на крабов в процессе, который повторяется несколько раз, прежде чем блюдо охлаждается и потребляется. Едят его обычно с рисом. Следующее блюдо – пибимпап. Оно состоит из отварного белого риса, покрытого овощным салатом на муль, пасты из острого перца кочхуджан, сырого яйца или яичницы и тонко нарезанных кусочков мяса, обычно говядины. Ингредиенты перемешиваются непосредственно перед принятием пищи. Блюдо может быть подано как в холодном, так и в горячем виде. Хве или хе – семейство блюд корейской кухни. Хве состоят из сырого мяса или рыбы с различными добавками. Употребляются в пищу без какой-либо термической обработки. Блюдо саннакчи – представляет собой приправленного кунжутным маслом и посыпанного кунжутом живого осьминога. Осьминога режут на мелкие кусочки и немедленно подают, так, что кусочки еще шевелятся. Иногда осьминог сервируется целиком. При неосторожном употреблении саннакчи были случаи удушения, когда кусочки осьминога перекрывали дыхательные пути человека. Сундубу джигае – это мягкое рагу из тофу. Его готовят из свежего мягкого тофу, овощей и гочуджанга – паста чили, или гочугару – порошок чили. Иногда он может содержать и другие ингредиенты, такие как грибы, лук, морепродукты, мясо и сырое яйцо. Обычно он подается в начале еды с несколькими тарелками банчан, закусок и рисом. Самгетанг – буквально означает куриный суп из женьшеня. Горячий суп, приготовленный из цельной молодой курицы, фаршированной клейким рисом, а затем вареной в бульоне из корейского женьшеня, чеснока, имбиря и различных трав и приправ. Гом-танг – это говяжий суп. Он готовится путем варки различных частей говядины, таких как ребра, грудинка, бычий хвост и голова или кости быка над слабым огнем. Рис добавляется в суп и посыпается зеленым луком. Каль-куксу – переводится как нарезанная лапша и относится к корейскому блюду с лапшой из пшеничной муки, вырезанной вручную, поданной в большой миске с бульоном и другими ингредиентами. Лапша готовится из теста из пшеничной муки и яиц, которые тонко раскатывают и нарезают на длинные полоски. Ингредиенты, такие как сушеные анчоусы, моллюски и водоросли, кипятят на медленном огне в течение нескольких часов, чтобы приготовить бульон, а затем добавляют лапшу и овощи и варят вместе. Кэджан или Кядян – острый суп из собачьего мяса с рисом и зеленью. К счастью, в связи с борьбой активистов прав защиты животных, в Южной Корее готовка таких супов массово сократилась. Однако, что происходит в Северной Корее с этим вопросом, неизвестно. Понравился выпуск? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные блюда. Это поможет нам в мотивациях к новым путешествиям. И переходите на канал, там много интересного. Ну а мы погнали в новое путешествие. Всем пока-пока! Продолжение следует...